Из вашего доклада не совсем понятно, как вы будете способствовать реализации программ и дополнительного профессионального, и профессионального образования тех же учебных заведений. Я так и не понял. К сожалению, может быть, вы не поясните. Будете ли вы каким-то образом способствовать развитию материально-технической базы учебных заведений, которые действуют сегодня на дальнем высоке России? Вот мы бьемся, нам не хватает общежитий для того, чтобы расширить базу подготовки тех же самых специалистов. Нам не хватает учебно-лабораторной базы. Значит, мы бьемся с министерством на этот счет. Вот роль агентства в какой-то степени мы можем на вас рассчитывать и буквально, так сказать, мы все завтра готовим на вас письма, что вы будете хлопотать по нашим просьбам в Москве. Спасибо за вопрос. Во-первых, у меня вон не доклад, а все-таки обозначил я основные направления нашего взаимодействия. Нас не нужно рассматривать как источник финансирования материально-технической базы. Систему профессионального образования мы представляем себе в федеральном области достаточно хорошо. Я, в том числе, до этого работал министром профессионального образования Республики Саха-Якутия и знаю практически все вузы федерального обруга, потому что осуществляли как раз целевую подготовку для экономики Республики, в том числе и в вашем университете, где вы работаете. Поэтому рассматривать нас как инвестора нецелесообразно, а вот рассматривать нас как партнера, который поможет выстроить взаимодействие с заказчиком-работодателем по подготовке персонала и через него участвовать в формировании материально-технической базы, можно.